Итак, сегодня я хотел с вами поделиться очень важной информацией, чтобы мы с вами лучше разобрались в том, как наше прошлое формирует наше настоящее и наше будущее. Интересная тема, да, как это работает? Если интересная, напишите плюсики, пожалуйста. Потому что, может быть, кто-то пришёл, ну так, посмотреть, как пойдёт. Да, вижу, что интересно. Супер. Спасибо. Давайте начнём с того, что… Как вы думаете, что такое ум? Как вы думаете, что такое ум? Да, вот у каждого человека есть ум. Что представляет из себя этот механизм? Ну, давайте мы не будем просто говорить, что это мозг, да, а давайте сначала разберёмся, может быть, это не мозг, может быть, что-то это больше, механизм, да. Как он работает, этот механизм? Ну, в том числе мы сегодня и про осознанность поговорим. Что такое ум? Система. Ну, система чего? Система из чего состоит? Набор представлений. Рациональный. Память. Отвечает за всё. Ну, вот это я бы поспорил. За многое отвечает, но не за всё. Действительно, знаете так, если мы упростим, то ум – это механизм, который мыслит. То есть, это набор мыслей. Вот, и у нас по мере того, как мы живём, воспринимаем, да, реальность, учимся, то есть, мы даже думать учимся, постепенно мы учимся думать. Возникают определённые наборы мыслей. Наборы мыслей о том, как мы думаем, как мы представляем, как мы помним, да. Весь этот механизм запоминания, например. Механизм запоминания – это что? То есть, мы воспринимаем реальность, да, и эта реальность, она превращается в образы картинки, да, в какие-то такие, скажем так, объёмные образы, да, которые содержат в себе визуальную часть, то есть, звуки какие-то, наши телесные ощущения, да, то есть, все наши пять органов чувств, они умом превращаются в банк памяти. Постоянно это идёт автоматически. То есть, мы запоминаем, постоянно запоминаем, что происходит. Это откладывается в некий банк памяти. Это тоже ум, да. В том, когда накапливается достаточно много этого банка памяти, мы можем оперировать всё сильнее, да, то есть, чем больше у нас банка памяти, тем больше мы, как бы, имеем опыта, да, то есть, мы имеем какой-то опыт, какие-то чувства, они у нас были сложены в какие-то образы, и теперь мы можем этим оперировать. И что мы делаем обычно? Мы из своего прошлого опыта начинаем создавать какой-то будущий опыт, да, то есть, мы начинаем представлять, то есть, ожидать что-то. Так как мы уже прошли какой-то опыт, что-то нам там понравилось, что-то не понравилось, у нас из этого прошлого опыта возникают ожидания. Вам важно понять здесь, что всё это ум, это всё пространство ума. То есть, это просто оперирование разными формами мыслей. И эти мысли, они бывают разных типов. Ну, бывают разные типы мыслей. Вот смотрите, есть просто наша память, то есть, то, что мы воспринимаем, и то, что записывается автоматически. То есть, есть какие-то образы, звуки, какие-то чувственные переживания, да, телесные какие-то переживания. То есть, есть такая форма мышления. То есть, мы можем обращаться к нашему банку памяти, что-то вспоминать. То есть, понимаете, да? Также мы можем принимать какие-то решения, да? То есть, мы можем думать, думать, думать и принять какое-то решение. Это уже не то же самое, что просто мы помним что-то, да? То есть, есть какая-то мысль, где мы приняли какое-то решение. Это уже какой-то другой тип мысли, это уже какая-то важная мысль очень, да? Принятие решения. Так вот, принятое решение называется постулат. Постулат, запомните, пожалуйста. То есть, когда мы какую-то мысль выделяем и говорим себе, вот будет так. Вот мы что-то подумали и сказали, будет так, точно будет так, я знаю, что будет так. Это называется, я принял решение. И тогда мы какую-то мысль делаем, то есть, мы её как бы фиксируем, да? И делаем для себя очень важной. И это называется для духовного существа самосотворённая истина. То есть, я беру какую-то мысль и делаю для себя эту мысль очень важной. Я делаю выбор какой-то, да? Вот ещё говорят, что я что-то выбираю. То есть, я фиксирую какую-то мысль, всё, вот это очень важно для меня теперь, да? Потом, смотрите, есть ещё другой тип мысли. Кроме памяти, да, кроме просто воображения, просто кроме того, что мы оперируем какими-то словами. Мы же в течение дня можем просто что-то обсуждать, да? То есть, мы можем сами с собой разговаривать. Мы можем разговаривать с другими людьми. И это просто мышление. Оно нас, в принципе, ни к чему не обязывает, пока не произойдёт следующее. Что мы либо принимаем решение какое-то, да, то есть, выделяем какую-то мысль и говорим ей, да будет так, да? Это у нас постулат, мы уже определились. Но также есть другой тип мысли. Второй тип мысли – это осуждение. Называется осуждение. Когда мы просто что-то наблюдаем и связываем, ну вот, например, то есть, мы думаем про что-то. И теперь мы говорим, что вот это, скорее всего, для нас теперь определённым образом, да? То есть, вот, вот, то есть, есть некое фиксированное отношение к чему-то, да? Вот фиксированное отношение к чему-то – это осуждение. То есть, мы зафиксировались в суждении, в отношении чего-то, что мы наблюдаем или наблюдали, да? То есть, это другой уже тип мысли. То есть, есть суждение, а есть постулаты. То есть, суждение – это просто мы сделали для себя, что вот это так, да, как мы думаем. А постулат – это то, что мы теперь сказали, что это истина, и мы вот выбираем это как бы, да? То есть, постулат – это то, что мы хотим делать теперь, да? То есть, мысль, которую мы хотим реализовывать, иначе говоря. А суждение, в принципе, не обязательно что-то реализовывать, просто мы что-то назвали. Вот мы что-то назвали, что оно так и всё. Для нас это так. Понимаете, да? Если вы понимаете, напишите плюсик. Что есть суждения, есть постулаты. А есть память, есть просто мышление, которое нас ни к чему не обязывает. То есть мы что-то просто автоматически запоминаем. Мы можем просто разговаривать. Мы можем просто думать, но не судить и не принимать решения. Вы понимаете меня, да? Если вы понимаете, что вы можете просто мыслить, и у вас большая часть мыслей, они именно просто как бы ни о чём. Вы просто думаете. И есть отдельные мысли, где вы судите что-то и принимаете решение. Если вы это понимаете, напишите, пожалуйста, плюс. Чтобы я понимал, что вы это понимаете. Что вот 20 человек, которые сейчас присутствуют в эфире, понимают то, что я говорю. Я буду ждать, пока я не удосужусь, что вы поняли это. Какой смысл идти дальше, если вы это не понимаете. Прослушала. Ну, прослушала, твоя проблема. Потом в записи переслушаешь. То есть я говорил, что есть суждения, есть постулаты. Суждения и постулаты – это мы что-то фиксируем. А есть просто мышление. Есть просто мышление, которое нас ни к чему не обязывает. Догмы – это суждения. Догмы – это суждения. Понимаешь? Суждения и постулаты тоже. Постулаты. Мы сейчас к этому перейдём. Если ты только присоединился, это не наша проблема. Уже начинай слушать. То есть отдельно для тебя мы не будем повторять. Так вот, ребят. У вас, как у духовного существа, есть способность мыслить. Причём вы можете оперировать как тяжёлыми мыслями. Вот есть тяжёлое мышление. Это образное мышление, словесное мышление. То есть это тяжёлые формы мышления. У вас есть также концептуальное мышление. Оно тонкое. Вот чтобы вы поняли, о чём мы речь. В основном вы мыслите концептуально. То есть это что такое? Это чистая знательность. То есть если вы что-то поняли. Например, вы один раз увидели стул. Первый раз вы увидели стул. и вы не знали, что это такое. Ну первый раз, вот новый объект в вашей жизни. Вы первый раз его увидели. Что вы делаете? Вы исследуете это. То есть вы это исследуете своими органами чувств, руками и так далее. И постепенно вы понимаете, что это такое. Когда вы поняли, что это такое, то вы понимаете это концептуально. То есть да, у вас могут быть какие-то мысли по поводу стульев. Но в этом нет необходимости, если вы один раз поняли, что это такое. Потом, что происходит в жизни? Когда вы видите этот стул, микросекунды, наносекунды, наносекунды, концептуальное мышление, оно самое мгновенное, самое быстрое. Когда вы распознаете этот объект, вы сразу узнаете его. Вы уже что? Знаете, что это такое. Вы уже знаете, потому что у вас есть чувственный опыт, вы с этим сталкивались, вы с этим соприкасались, и вы понимаете, что это такое. Думать нет смысла больше. Ну, вы, конечно, можете подумать по поводу стульев, что бывают такие стулья, сякие стулья, там, третьи, десятые и так далее. Везет слепым, значит? Не, ну, слепые по-другому понимают. Они тоже понимают, что это такое, только они понимают на основании других органов восприятия, что это такое. То есть, если вы видите стул, воспринимаете его зрением, да, потом его можете потрогать, как-то там на вкус попробовать, знаете, как дети изучают все. В любом случае, вы можете понять, вам может кто-то объяснить, да, вы можете сами до чего-то дойти, вы можете понять, что такое стул самостоятельно, потому что у вас есть разумность, способность духа быть разумным. То есть, вы познаете, вы познаете, проникаете в суть, и ваша задача, как духовного существа, познавать эту реальность. То есть, вы ее познаете, вы для того, чтобы здесь познавать, в том числе. И потом уже играть, как бы, с этим всем. Мы не говорим о мозге. Мы сегодня не говорим о мозге. Мозг – это просто какая-то штука, вот она как-то там работает, сейчас не будем об этом говорить. Мы говорим о том, как работает мышление. Мышление вообще как таковое. Так вот, вы можете познать этот стул, и когда вы его познали, у вас больше нету сомнений, нету сомнений, что стул – это стул. Ну, все, знаете вы это. У вас появился концепт, концептуальное понимание. Вот это означает, что вы поняли, что такое стул. Если у вас возникают какие-то вопросы по поводу стула, а может быть, я не понимаю, что это такое и так далее, сомнения, да? Сомнения по поводу стула. Это означает, что вы еще не поняли, что это такое. Когда вы окончательно понимаете, что из себя представляет какой-то объект, то все, у вас больше не возникает никаких вопросов по поводу этого объекта. Ну, поняли. Либо вам нужно еще глубже разобраться. Например, вы поняли, что такое стул, но вам нужно теперь заняться производством стульев. То есть, вы хотите, ну, посчитали, что прикольно создавать стулья, и тогда вам надо еще глубже пойти. Вам надо понять, как они создаются, там и так далее. То есть, вы можете углубиться, еще углубиться и понять, как они работают. Так вот, к чему я это все рассказываю? Что вы, как духовное существо, в настоящем моменте постоянно находитесь в процессе мышления. Вы находитесь в процессе мышления. И это мышление происходит на разных уровнях. Оно есть концептуальное, через чистую знательность, да? Где вы просто оперируете какими-то вещами, которые вы точно поняли. Есть просто память ваша, да? То есть, вы оперируете памятью и воображением, представлением о будущем, да? Есть уровень простого, свободного, какого-то образного и словесного мышления. То есть, вы можете оперировать словами, образами, какими-то другими восприятиями, да? Которые у вас доступны к оперированию. И вы также можете оперировать суждениями, суждениями и постулатами, да? То есть, у вас есть какие-то суждения и постулаты. То есть, вы принимаете какие-то решения на основании своего мышления. И у вас есть, во-первых, набор, огромный набор прошлых постулатов. Это те решения, которые вы приняли. и огромный набор прошлых суждений, которые вы в прошлом приняли. Но они не где-то там, они прямо сейчас здесь присутствуют в вашем ментальном пространстве, как ваши, ну, вот скажем так, самосотворенные истины, да? То есть, вы что-то решили для себя в прошлом там, или вы что-то для себя приняли какое-то суждение, что вот это так и все. То есть, это фиксации, понимаете? То есть, и постулаты, и ваши суждения, это какие-то фиксации. Фиксации, что вы для себя фиксированным сделали? Что, например, моя жизнь должна быть такой-то и такой-то. Правильно то-то и то-то, да? То есть, это и есть как бы сфера суждений и постулатов. Так вот, для чего я вам все это рассказываю? Что вы, такой, какой вы есть сейчас, представляете из себя совокупность того, что вы надумали сами про себя, про свою жизнь, что вы там нарешали, насудили в прошлом? Вот это понятно вам, да? Что вы и себя, и ваша жизнь прямо сейчас представляете то, что вы в прошлом, ну, как бы, условно говоря, вы проходили какой-то опыт, вы создали там какие-то суждения, какие-то концепции приняли, или чужие концепции, или свои какие-то концепции придумали. И вы просто в это поверили. То есть, что такое самосотворенная истина? То есть, вы что-то подумали, да, как-то там что-то думали, 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 и сказали себе, да будет так, да будет так, вот выбрали, пришли, то есть, логически что-то там, например, рассуждали, рассуждали, и к чему-то пришли, сделали какой-то вывод. И сказали, да будет так, мы сейчас перейдем, что с этим делать. Так вот, вы в течение жизни накопили хренову тучу этих суждений, и вот этих вот постулатов. И теперь вы живете в том, в чем вы живете, потому что вы согласились с тем, с чем вы согласились, со своими выводами или с чужими выводами. Кто-то вам там что-то рассказывал, папа, мама, другие люди. То есть, вы можете суждения делать не только свои, своими, но еще и чужие. и большая часть суждений, которые вы как бы принимаете и делаете своими, они на самом деле чужие для вас. То есть, чужие мысли. Мысли, которые в вас попадают, очень много чужих мыслей. Вы начинаете оперировать чужими мыслями, и вы их делаете своими. О, я так вот, это мои суждения, это мои постулаты. А на самом деле, да, они ваши, они ваши, но вы могли просто чужую мысль, которая к вам попадает, сделать своей. Мама что-то сказала. Вот тебе надо так правильно делать. Ты что можешь? Ты можешь согласиться с этой мыслью. Так вот, что такое осознанность? Вот давайте поговорим, а что такое осознанность? Вот как вы думаете, что такое осознанность? Напишите, пожалуйста, вашу версию. Перед тем, как я озвучу это, я хочу услышать вашу версию. Ну да, это не проблема. Не проблема, что вы хватаете чужие мысли, потому что есть много здравых, правильных мыслей, которые вам указывают просто на какие-то реальные явления в вашей жизни. Что такое осознанность? это точное понимание вещей. Когда я живу моментом текущим, это осознанность. Но это слишком пространственно. Что такое осознанность? Осознавать, что влияет на тебя сейчас. Принятие собственное. то, что вы пишете, то, что вы пишете, то, что вы сейчас пишете в вашей версии, говорит о чём? О том, что вы пока не осознаны. Потому что, да, вы не понимаете, о чём идёт речь. Ну, ответственность, ну, ответственность – это что? Вот дай мне определение слова «ответственность». Что такое ответственность? Вот ты говоришь «ответственность». Ты понимаешь значение этого слова? Ты понимаешь, на какое явление оно указывает? Вот послушайте. Теперь я вам объясняю, что такое осознанность. Осознанность – это ваша способность, духовная. Духовная способность видеть в настоящем моменте, что происходит в вашем уме, и какие-то мысли сейчас происходят, и какие мысли сейчас пытаются влиять на ваши поступки и на ваши решения здесь и сейчас. То есть вы начинаете потихонечку, если вы растёте в вашей осознанности, вы начинаете потихонечку разбираться, как работает ваше ментальное пространство, как устроен ваш ум. Понимаете? И вы становитесь, правильное было слово, ответственны, что такое ответственны? Вы становитесь причиной над своим умом. Вы становитесь хозяином своего ума. Большая часть из вас, к сожалению, сейчас являются рабами вашего ума, рабами ваших прошлых суждений, рабами ваших прошлых постулатов, рабами ваших, каких-то, не знаю, памяти вашей, да, каких-то впечатлений, которые вы не переварили в прошлом. Всё это на вас может влиять здесь и сейчас, а вы можете даже не подозревать об этом. То есть, вы отождествляетесь со своими прошлыми суждениями, со своими постулатами, со своей памятью, да, со своей болталкой, и всё это на вас влияет, и вы думаете, это я. Я, вы думаете, я являюсь моими прошлыми суждениями, моими прошлыми постулатами, моими прошлыми ситуациями и моими представлениями о будущем. Вы думаете, я всё это. Но правда заключается в том, и свобода заключается в том, что вы этим не являетесь. Вы являетесь тем, кто оперирует этим. Понимаете? Поэтому в саентологии есть такое понятие «оперирующий тетом». Да, там как бы они придумали свою терминологию. То есть, вы являетесь тем, кто оперирует, тем, кто мыслит, тем, кто думает. Понимаете? И у вас может быть свобода, свободное гибкое мышление, свобода исходить из настоящего момента. Понимаете? То есть, не жить тем, что вы там напостулировали и насудили в прошлом, не жить, как вы себе представляете своё будущее, но при этом оперировать этим прошлым. То есть, вы можете оперировать прошлым, вы можете что-то представлять о будущем, но не ассоциировать себя с этим, не отождествляться, иначе говорят. Понимаете? То есть, вы можете быть бессознательным. Что такое бессознательное? Вы просто полностью погружены в механику ума, таким, какой он сложился с детства. То есть, с детства там что-то, вы попали в какую-то ситуацию, какой-то болезненный опыт. Не знаю, там что-то было больно. Например, папа взял ремень и вас жёстко там как-то наказал, да? Когда вас наказывали, когда у вас был этот опыт болезненный, вы испытывали боль от ремня, вы обязательно после этого болезненного инцидента принимайте решения какие-то, постулируйте, делайте суждения. Понимаете? То есть, вы как существо, вы маленькое существо, вы хотите выживать. Каждый человек, у него одна из главных динамик, он хочет выжить. Это один из главных смыслов, как бы, в этой игре. Я хочу выжить. Да? И вот это вот выживание, оно как бы там по динамикам идёт уже, как бы. То есть, вы хотите выжить сами по себе, вы хотите выжить как семья, как группа, как вид и так далее. Понимаете? Фанатизм – это то же самое. Фанатизм – это вы сделали какую-то мысль просто своей доминирующей мыслью, слепо поверили в эту мысль. И вы настолько верите, что очень часто у вас нет никакой осознанности к тому, что происходит здесь и сейчас. Вы опираетесь на мысль. Вы опираетесь на какую-то часть ума, на какой-то постулат, иначе говоря. Самая сотворённая истина из мысли. Понимаете? И когда вы слепо верите в какую-то мысль, в какой-то постулат, что с вами происходит? Вы перестаёте присутствовать и быть осознанным здесь и сейчас. Вы перестаёте доверять своему разуму, доверять своим органам восприятия в настоящем моменте без интерпретации вот через свои постулаты и суждения. Что делает духовная практика, любая, и действенная, духовная технология? Послушайте, это всё просто. Она вас освобождает от вашего прошлого, от всех ваших прошлых постулатов, от всех ваших суждений, от всех ваших каких-то инцидентов, в которых вы застряли. Понимаете? То есть, ваше прошлое разуплотняется. То есть, весь ваш банк прошлый разуплотняется. Но это не значит, что вы перестаёте помнить, что было. Нет, ваше восприятие, что было, сохраняются. Просто вы больше в них не застреваете. Понимаете? То есть, там проблема-то с вашим прошлым заключается в том, что вы очень много напостулировали, насудили, очень много было боли, болезненных впечатлений каких-то, да? И вы в этом застряли. И теперь это как залипшие клавиши на калькуляторе, да? Они вам мешают быть разумными, полностью, свободными, адекватными, откликающимися свободно от настоящего момента. Вы в большинстве своём не в состоянии делать как бы в настоящем моменте какие-то вещи в новую единицу времени. То есть, от момента. Понимаете? То есть, вы не можете. Вы отягощены прошлыми суждениями, прошлыми постулатами, прошлыми болезненными инцидентами, инграммами так называемыми, да? То есть, вы отягощены этим. Поэтому вы не можете проживать свободно, естественно, сами себя. Понимаете? То есть, вы уже не можете как ребёнок. Вот ребёнок в два года, он не отягощён этим. Поэтому он такой подвижный весь, раскованный, да, он раскован, потому что его пространство ума не было зафиксировано, не было уплотнено постулатами, суждениями и инграмами пока. Надо думать настоящим, ла-ла-ла, не надо. Вот вы даже пишите, надо думать. Надо само по себе, это же должествование. Понимаете? Надо, это значит, что вы где-то соглашаетесь с тем, что вам на самом деле не хочется. Я обожаю малышей, ла-ла-ла, тра-ла-ла. Мы не говорим о малышах, мы говорим о вас, о текущем положении дел в вашей жизни. Понимаете? И почему вы находитесь там, где вы находитесь? И почему очень часто вы находитесь в какой-то жопе и вам, вы прям пытаетесь, вы осознаете, что вы в этой жопе, но вы как бы ничего не можете с этим сделать? Вы как бы заблокированы. Понимаете? То есть, почему вы заблокированы? Вот давно, давным-давно, когда-то, да, в моей жизни, когда я начал создавать свой бизнес, когда я пытался себя творчески реализоваться, я понял вот эту вещь, что внутри меня есть какие-то вещи, над которыми я не являюсь причины, и которые меня блокируют. Услышьте меня, пожалуйста, все, что со мной произошло в определенный момент. Я догнал, что внутри меня есть какие-то вещи, которые на меня влияют, и я не знаю, что это, но я чувствую, как они меня блокируют. Я с этим долго сталкивался в школе, но почему-то я считал, что это нормально. Я был закомплексованным ребенком. У меня вот была, например, там, любовь к девочке в классе, и я ей так и не сказал, что я ее люблю. Я не выразил свои чувства. Я был заблокирован чем-то. Понимаете? И меня это ужасно мучило. Я ужасно от этого страдал. Я ужасно страдал от того, что я не мог реализовать себя подлинного. Свои подлинные чувства, свое подлинное намерение подойти почему-то, к этой девочке и просто поговорить с ней. Привет, там, ну, как поживаешь, там, так далее. Я просто не мог это сделать. Понимаете? Но в школе я не мог, вообще, ну, как бы, я еще не был разумен, я еще не был достаточно осознан, чтобы задаться этим вопросом. Блядь, а что происходит? Почему я такой? Что со мной не так? Скромность – это другое. Скромность – это совершенно другое. Мы говорим о заблокированности. Понимаете? Скромность – это совершенно другое явление. Есть совершенно иное явление, когда вы что-то хотите, искренне хотите, искренне нуждаетесь, но при попытке это сделать, натыкаетесь на стену. Что это за стена? Что это за стена, на которую натыкаются ваши подлинные намерения, ваши подлинные интересы, ваши какие-то искренние, естественные импульсы? Что это за стена? Я хочу вам объяснить, что это ваше прошлое. Эта стена – это ваше прошлое, которое вы сами создали своими постулатами, своими суждениями и своими какими-то инцидентами, которые вы проходили в прошлом. Поэтому, вот, например, чем занимается… Там у меня часто спрашивают, что такое саентология дианетика, да? Это наука о том, как разобраться с этой стеной. Все. Как рассеять эти вещи? Как отменить их? Понимаете? Дианетика что делает? Дианетика работает с инграммами. То есть, дианетика, она – это специальный процесс, где вы с другим человеком садитесь, он обучается быть дианетическим модитором, и он учится по процедуре задавать вам вопросы и направлять ваше внимание в ваше прошлое, находить там вот как раз такие болезненные инциденты, чтобы вы их перепроходили до момента, пока они рассеются и пока вы не увидите постулат или какое-то суждение, которое вы там приняли. Когда вы его видите, то есть вы проходите этот инцидент, обычно вы почему не видите свои суждения и постулаты? Потому что они часто заблокированы болью. То есть, при попытке рассмотреть, направить свое внимание по траку времени, то есть в банке, получить доступ к этому материалу, когда вы пытаетесь в своем обычном состоянии, сами по себе, вы часто сталкиваетесь с болью или с тупостью, или с тем, что вы просто не можете это рассмотреть. Понимаете? Потому что вы не знаете, как это делается. И нет другого человека, который может вам помочь не избегать, не саботировать этого. Поэтому вот было обнаружено, как это все работает в дианетике, в саентологии. Рон Хаббард все это исследовал и понял, как работает человеческий ум и разум. Просто было исследовано, как это происходит, как происходят эти фиксации, застревания. И было выяснено, как их можно расфиксировать. Вот и все. Очень многие другие методы построены по той же самой системе. То есть, ну, есть много терапий, которые так или иначе регрессируют. Но регресс не происходит куда-то туда. Вы поймите, что прошлое – это не где-то там. Где-то там на самом деле, в реальности, существует какое-то прошлое. Нет. Ваше прошлое существует исключительно в вашем ментальном пространстве. Вы его с собой носите. Это ваша ноша. Это может быть тяжелая ноша, фиксированная, жесткая, застрявшая. А может быть легкая, вообще без веса, понимаете, без боли, без фиксации каких-то, без застреваний. Просто чистый трак памяти. Просто вы помните и все. И с этим не связаны никакие больше болезненные инциденты, там, застревания и так далее. Вот этим занимается любая грамотная духовная технология. Она берет вас, такого застрявшего, какой вы есть сейчас, да, и начинает помогать вам все это распутывать, все это расфиксировать, все это рассоздавать, все это напрочь сносить, весь этот гнилой фундамент, в котором многие из вас застряли и заблокированы теперь. И вы теперь думаете, почему моя жизнь такая неспособная, почему я такой неспособный стал, почему я такой ограниченный, почему я это не могу, почему я то не могу. Все очень просто. Потому что вы приняли достаточно неправильных решений, вы создали достаточно много, это тысячи, понимаете, это тысячи суждений, тысячи неправильных решений. Вы их приняли, и вы сами себя поработили, согласившись где-то с тем, что вам не подходит. Обычно порабощает вас только то, ну вы, я же вот приводил этот пример, банальный пример, да, вы ребенок, и родитель пытается от вас что-то добиться. И он вам говорит, что либо ты получишь сейчас по жопе, да, я сейчас тебе ремня дам, либо ты сделаешь то, что ты не хочешь, то, что не является твоим подлинным намерением, продолжением твоей свободы, да. И ты что, конечно, ремня не хочется, потому что это будет инграмма, поэтому духовное существо соглашается часто с наименьшим злом, да, то есть буду иноопределен, то есть соглашусь с чужим, с чужой мыслью, с чужим намерением, сделаю его своим. Так постепенно духовное существо становится все более, более порабощено. То есть оно само не понимает, неосознанно еще, само не понимает, что делает, соглашается с вещами, которые ее сковывают, которые уменьшают духовное существо. С этим понятно все. Вот таким образом духовное существо деградирует. Становится нецелостное. Вы, как душа, становитесь нецелостной. Когда вы соглашаетесь с вещами, которые не являются вашими, и вы иноопределяетесь. Вы иноопределяетесь, определяетесь, а потом вы начинаете входить вообще в шикарную вещь. Вы начинаете сами себя иноопределять. То есть вы продолжаете соглашаться на автомате, так как вы уже долго соглашались с теми вещами, которые вам не подходят. Вы по привычке начинаете уже по инерции соглашаться на автомате с тем, что вам не подходит. То есть вам что-то предлагается, а вы так привыкли уже заниматься позицию жертвы, быть безответственным. Это и называется безответственность. Вот что такое ответственность? Настоящая ответственность это причинность. Понимаете? То есть если вы ответственны за какую-то область, вы там причина. То есть вы являетесь тем, кто оперирует этой областью. Если там что-то идет не так, то виноват не Вася, не Петя, а вы в этом где-то виноваты. То есть если что-то там идет не так. Вот это называется ответственность. И ответственность это очень высокое состояние. Это способность свободных духовных существ быть ответственными. Большинство людей не могут просто физически нести ответственность. Почему? Потому что они аберированы. Это называется аберрация. Когда у вас накапливается большой банк фиксированных идей всяких, суждений, всяких постулатов неправильных, где еще бывает такое, что вы принимаете одно решение, а потом принимаете другое решение, которое противоречит первому решению. У вас возникает внутренний конфликт. Это называется контрпостулат. То есть вы создали сначала один постулат, потом приняли другое решение, которое противоречит предыдущему. И вы начинаете находиться во внутреннем конфликте сами с собой. И такого дерьма очень много накопилось, понимаете, внутри вас. И поэтому, пока вы находитесь в таком состоянии, не получится быть способным, успешным, свободным, счастливым человека. Не получится. Во что бы вы там не верили, сколько бы вы новых книг не прошли, не прочли, да, как бы. То есть чтение. Вот обратите внимание, почему часто новое обучение не работает. То есть вы ходите, вы вроде бы прошли еще один тренинг, еще один семинар, и пошли и поговорили там еще с одним умным человеком. А вот как-то это вас не расфиксирует внутренне, да. Что-то как-то больше свободы от этого не становится. Все равно чувствуется вот эта тупость, инертность какая-то. Потому что эти тренинги, эти семинары, они добавляют новые, возможно, какие-то знания, новые мысли, да, в вашу жизнь. Вы можете принимать новые суждения, новые решения можете принимать. Но они не отменяют ваших старых решений. Ваши старые суждения, ваши старые постулаты должны быть пересмотрены. То есть когда вы их пересматриваете, когда вы их отменяете, тогда у вас высвобождается пространство для чего-то нового. Но большинство людей не понимают эти вещи. Не понимают эти вещи, что путь из чего-то, в чем они находятся, это путь через это. То есть нельзя взять, просто, знаете, вам часто говорят там, оставь это в прошлом, просто не смотри туда, забудь это, и начни свою жизнь, там, перелесни страницу, начни с нуля, как бы. У вас не получится. Непонятно уйти как о старых догмах. Ну вот я же говорил, да, что существуют методики, да, существуют методики. Такие как саентология, дианетика. Там много есть, там, есть, как-то, ясный язык, да, вот сейчас из новых технологий ясный язык, какие-то там символическое моделирование, да, всякие ПЭД там и так далее. То есть много есть технологий, которые помогают вам вернуться в ваше прошлое и пересмотреть это. Та же самая медитация, что она делает, да? Что делает медитация? Где взять инфу в книгах о таких технологиях, да? Купи себе книжку «Дианетика. Современная наука о разуме». Купи и почитай. Почитай. Там все описано. Например, как пример, да? Есть какие-то книги по саентологии, очень много есть книг. Единственный момент, что я хотел добавить по поводу дианетики и саентологии. Вот смотрите, какой момент, что это общество, да, эта система, которая существует, она держится на определенных постулатах, на определенных суждениях общих. Вы это понимаете, да, что все держится на том, что люди верят во что-то. Люди верят во что-то, в какие-то общие истины, как это называется, да? Общие истины. Общие какие-то представления, да, о том, как все должно быть правильно. О том, как все это работает. Существуют общие вещи. Так вот, когда начала развиваться дианетика и саентология, люди, которые начали получать этот процессинг, начали постепенно освобождаться, ну, сначала от своих каких-то вещей, да, там, которые они, там, согласились с чем-то, там, перепроходить какие-то инциденты, становится все более свободной, все более свободной, все более свободной. Потом наступает такой момент, они видят, что эти вещи, в которые верят все остальные, это тоже такие же просто какие-то, ну, суждения и постулаты, в которые я, как духовное существо, могу верить, а могу не верить. Понимаете? То есть вот эта вся система, как она построена, в какой-то момент вы начинаете видеть, «Ха, так это же просто какие-то внешние вещи для меня. То есть я с чем-то могу соглашаться, а с чем-то не могу». И что здесь получается? Получается свободный человек. То есть он вдруг обнаруживает себя, что он может, как бы, в этой системе, где-то жить по этой системе, если это ему откликается, да, а где-то он может видеть, а это ко мне не имеет никакого отношения. Понимаете? То есть он становится свободный от системы. А как вы думаете, что будет делать система, когда она видит, что появляется какая-то технология, которая дает людям массово способность быть свободными от этой системы? Свободный от этого, как бы, обуславливания с детства, да, свободными от каких-то общих вот этих убеждений, общих истин. Что будет делать эта система? Напишите мне, пожалуйста. Любая система, как вы думаете, что она делает? Когда она видит угрозу. Что делает система, когда она видит угрозу для себя? Любая система будет защищать себя. Понимаете? То есть она будет себя защищать. Точно, совершенно верно. Блокирует эту технологию или пытается подстроить под себя. Что и произошло с саентологией и с дианетикой. С церковью. Понимаете? Поэтому, когда вы становитесь свободным, вы становитесь свободным от всего, постепенно от всего, от всего, от всего, во что вы поверили, просто сделали для себя это нормальным. И у вас появляется такая способность, осознанность, да. Осознанность это что? Вы теперь можете любую мысль делать для себя нормальной, но у вас также появляется теперь способность понимать, что я сам сделал эту мысль для себя нормальной, и я имею право это отменить. То есть у меня нет необходимости теперь просто засыпать в этой мысли, забывать ее, делать для себя нереальной потом. То есть у меня появляется способность верить во что-то или не верить. Понимать что-то или играть с чем-то или не играть. Я становлюсь свободным. Но, к сожалению, пока что система наша так устроена, что она боится этого. На самом деле здесь ничего страшного нету. Со свободными людьми можно договариваться. То есть свободный человек, он как живет? Если ему по приколу что-то, ну по душе что-то, ну давай, давай поиграем в это. Мы можем договориться. Потом, если кому-то стало неприкольно, можем передоговориться, отменить это. То есть происходят свободные отношения, естественные. Так, как они должны быть, понимаете? То есть как они задуманы. То есть игра задумана как качественная игра, свободная. Мы должны получать удовольствие от этого. То есть мы должны радоваться от этой игры, а не быть рабами. Поэтому фактически, ну в какой-то мере система не заинтересована в том, чтобы вы были осознаны. Нас заинтересовано в определенной степени, чтобы вы были бессознательны, просто верили во что-то. И делали какие-то общие истины своими. Но не факт, что эти общие какие-то шаблоны, представления о жизни, нормы, какие-то стандарты вам подходят. И многие из вас как раз и мучаются из-за того, что эти общие какие-то догмы, вы видите, что в вашей жизни они не работают для вас. То есть они вам не подходят. Но вы так верите, что это нормально, что вам кажется, что если вы начнете ненормально действовать, то начнется какой-то пипец в вашей жизни. А он не начнется. Пипец уже происходит просто. Когда вы делаете для себя нормальным то, что вам как духовному существу не переживается нормальным, вот это и есть пипец для вас. То есть вы скованы, вы порабощены. Поэтому рост вашей осознанности – это рост вашего понимания и восприятия, изучения, как работает ваш ум, из чего он состоит, что такое постулаты, что такое суждение, что такое какие-то болезненные инциденты, как это всё возникает, как это можно рассоздавать. И прокачка, идёт ваша прокачка способностей не только застревать в чём-то, но и вылезать из этого, расфиксироваться. Не только фиксироваться, но и расфиксироваться. И когда у вас появляется свобода в том, чтобы не только попадать во что-то, влипать во что-то, но и спокойно разлипать из этого, вот это и есть свобода. Понимаете? То есть ваша духовная свобода заключается в том, что вы можете, даже если вы ошиблись где-то и создали какой-то ошибочный постулат, вам не нужно создавать контрпостулат, пытаться вымещать старый постулат новым. То есть вы приняли неправильное решение, и иначе говоря, вам нужно теперь принять правильное решение, новое, не осознав неправильное, да, и не расфиксировав его. Вот этим же занимаются многие люди. Они напринимали кучу неправильных решений, попали в жопу, в какую-то деградацию, и теперь они ищут правильное решение. А уже как бы сил-то нету принимать правильное решение, что-то постоянно фиксирует, держит. Постоянно вас фиксирует, держит что-то. Что это? Это ваши неправильные прошлые решения, которые вы просто не осознаёте теперь. Вы от них пытаетесь отвернуться. Вы пытаетесь сделать их нереальными для себя. Но трансформация происходит не так, не через новые решения. Вот я типа с этого дня что-то решаю, и всё. Это может работать до тех пор, новые решения работают до тех пор, пока вы ещё не набрали такую кучу старых, прошлых, неправильных решений. И у вас есть ещё силы, есть ещё свободное внимание, свободное пространство, свободная единица осознания, чтобы всё-таки принимать новые решения. Но в любом случае, даже если вы будете принимать новые решения, эти старые решения будут всё время давать о себе знать. И у вас будут конфликты всё время. Понимаете? Поэтому исцеление в вашей жизни происходит по принципу рассоздания всего неправильного, рассмотрения, переосмысления всего этого. Вы должны это всё рассоздать, рассмотреть, освободиться от этого полностью. И когда вы свободны от этого, то у вас теперь много пространства, много свободного внимания, чтобы пойти в новую игру и уже не совершать какие-то глупости старые. Понимаете? Вот как это работает? Это вот так работает. Поэтому любая духовная практика, любая терапия, любой процессинг и так далее, он вас просто обучает работать с вашим ментальным, телесным каким-то. Но это всё, в принципе, очень взаимосвязано. Ментально-телесное пространство, в котором вы обычно огород нагородили целый. Уже столько там залипло всего. Как сделать так, чтобы новые решения работали в сознании? Вы только пришли, вот скажите мне, сколько вы находитесь в этой трансляции сейчас? Вы с самого начала? Потому что вот ваш вопрос, он звучит примерно так, как будто вы только подключились к этой трансляции. Я же вам объясняю, что новое решение вы можете принять свободно, если у вас есть свобода к принятию новых решений. Но если вы свою свободу зафиксировали в прошлых решениях и не осознаёте эти решения, то эти прошлые решения будут мешать вам. Вы их можете переживать уже. Обычно они как раз и переживаются, как должен, надо, обязан. Что такое должен, надо, обязан? Я же должен. То есть вы какое-то решение приняли. Оно вам даже могло быть прикольно в прошлом. То есть в прикольном было что-то, вот вы же во что-то играли, сначала было прикольно. И вы там приняли решение, я в это играю, да, вот я в это играю. Потом оно перестало быть прикольным. А вы решение не отменили играть в это. И вы продолжаете поэтому играть в это. Но я же должна теперь играть. Я же приняла решение. Вот часто человек ставит себе цель, да. То есть что такое цель? Вот я беру какую-то мысль, да, какой-то образ в уме, в моём ментальном пространстве. Беру какой-то образ. Обычно я его рекомбинирую из того, что я наблюдаю во внешней реальности, из своего прошлого опыта какого-то, да. Вот что-то у меня возникает какая-то цель. Я смотрю на это, о, прикольно, да. Что я делаю потом? Мне недостаточно смотреть на этот образ, чтобы сделать его целью. Что я должен сделать, чтобы это стало моей целью? Ну, во-первых, я, естественно, должен это хотеть, да. То есть должно быть какое-то намерение искреннее. Какая-то потребность там и так далее, да. Но этого недостаточно. Вы должны из этого сделать постулат. То есть вы должны для себя сделать из этого постулат. То есть принять решение. Принять решение. Да, да, я вот это хочу. Это решение всегда. Но что часто бывает? Вот вы принимаете решение. Я это хочу, да. Я вот приняло решение, что я точно вот получу этот образ, картинку в своей реальности, да. Потом вы можете двигаться в направлении этой цели. И вдруг обнаружить, обнаружить по пути, что что-то как-то вот движение, ну, как бы не то, что-то вот не то по ходу. То есть пытаетесь что-то делать, а вот не то, а вот не то. Вот путешествие не устраивает, там качество процесса, что-то вот по пути не устраивает. И очень часто вы можете не отменить это решение просто. Вы можете продолжать давить себя, да. То есть вы можете часто не понимать, что вы из этой цели, вот из этого образа сделали ложную цель. Это не ваше. То есть вы по пути можете распознать, что это ложная цель. Да, то есть ну не ваше. Вам показалось просто. Вам показалось в какой-то момент, что этот образ, картинка, «О, вот это то, что я хочу, то, что меня сделает счастливым или счастливой, да. Вот оно там не даст счастья». При этом вы упускаете момент, что счастье не достижение этого образа. Счастье – это ваше естественное состояние, когда вы не подавлены своим прошлым. Прошлыми своими решениями, прошлыми суждениями, какими-то прошлыми инцидентами. И вы находитесь, ну, как это называется, налегке. Вы не скованы, не подавлены, вы свободны здесь и сейчас. И это переживается как счастье. Это базовая вещь для счастья. Понимаете? То есть если вы скованы своими прошлыми постулатами, суждениями, какими-то у вас психотравмы были, да, вот все это у вас в прошлом вашем, оно есть, оно есть, и оно как камни для вас. Понимаете? То есть как якоря. Когда вы там посоглашались с этим и оставили какое-то внимание, часть своей энергии там, и плюс там эти болезненные инциденты, и оно не где-то там, оно на самом деле прямо сейчас находится в вашем пространстве. Просто вы туда не хотите смотреть. Понимаете? Вы не хотите смотреть, вы отвернулись от этого. Это и есть бессознательное. То есть бессознательное – это что? Вы как сознание, вы как дух отвернулись от чего-то в уме и не хотите туда смотреть. И поэтому оно как бы стало бессознательным. Бессознательным. То есть без сознания. Без сознания вы не хотите туда смотреть. Когда вы туда начинаете смотреть, что вы делаете? Вы делаете это заново для себя сознательным. Вы можете пойти туда, все это пересмотреть, расфиксировать, перепрожить, распутать и освободиться от этого. И что с вами случится? Облегчение. Вы теперь не тащите это бессознательное, как какой-то там опыт болезненный с собой. Вы пошли туда, пересмотрели это, освободились от этого. Вы теперь свободны играть и быть свободными, как бы не отягощенными прошлым. Понимаете? Вот что у вас появляется. Так большинство же из вас этого не понимают. Вас никто не научил. В этом, ну как бы, мире вас не учат, что можно как-то там возвращаться в свое прошлое, как-то это пересматривать, как-то отменять это все. Вас учат только нагружайся, нагружайся, нагружайся. Принимай новые решения, ставь новые цели. Как бы, да, получай новый опыт. Но никто вам не говорит, слушай, что-то ты какой-то подавленный стал старым опытом уже, прошлым своим опытом. Может, как-то давай пересмотрим это, да? Вот я об этом говорю, что вы такой, какой вы есть, вы можете там быть на 95% уже бессознательны. И на 5% сознательны. У вас всего 5%, поэтому ваша жизнь такая тяжелая. Уже столько этих камней на себе вытащите. Столько этого груза, столько этих неправильных суждений и решений, что они вас постоянно блокируют. Вы, иначе говоря, что не способны. Вы сейчас не способны. Вы не творческие. Вы подавлены. Мало энергии. Мало внимания, как бы, да? Не можете даже воспринимать уже реальность сочно, ярко. Вот смотрите. Существует несколько уровней этой реальности. Базовый уровень это какой? Ну, вот для вас. Самый базовый уровень какой? Я существую, я присутствую, я осознаю, воспринимаю. Понимаете? Потом уже этот уровень, он уже идет в органы чувств. Он уже идет в органы чувств, то есть я чувствую, я чувствую, я воспринимаю через глаза, через уши, через тело, постоянно какие-то кинестетические восприятия получаю. То есть осознание через органы чувств осознает эту реальность. И эта реальность, она не где-то там, она находится внутри нашего осознания. То есть все это фактически продолжение нашего ума. Если вы думаете, что это как бы отдельная от вас реальность, она сама по себе, а вы сами по себе нет. Потому что вы не можете ничего воспринимать, что вы не осознаете. Понимаете? Поэтому вся эта реальность, которую вы воспринимаете, она залита вашим осознанием, залита вашим вниманием. И вы являетесь исходно. Кто такое духовное существо? Это как раз и есть это осознание, это восприятие. Это такое запредельное пространство, в котором разворачивается эта игра. Это является базой. И вот есть ваше тело, да, ваше тело, которое тоже является частью ума. И есть эта реальность, которая является тоже частью вашего ума. И есть ваш ум, есть ваш интеллект. Это думалка ваша, да? То есть это инструмент ваш. Потому что думание тоже происходит на фоне вашей осознанности, на фоне вашего внимания, вашего присутствия. То есть вы думаете, потому что вы как бы присутствуете в этом мышлении. То есть если нет присутствия, нет никакого думания. Но есть вещи, вот смотрите, есть вещи, которые застряли в уме. То есть вы думали, 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 вы там присутствовали в какой-то момент. Вы что-то думали. А потом вы ушли своим присутствием оттуда. Ну и там оно как бы застряло. Чуть-чуть там ваши единицы внимания застряли. Появляется привычка. Контур называется. То есть у вас есть привычки мышления. То есть вы много раз думали, возникла колея какая-то. И она теперь есть ваша привычка мышления. А вы теперь как бы ушли оттуда, из этой привычки. Но привычка осталась. То есть вы имеете такую тенденцию, как духовное существо, что-то фиксировать. В уме фиксировать. И вот мы говорили о том, что есть суждение. Вы можете, например, споткнуться о стул, и принять такое суждение, блин, стул дурацкий там, или я не знаю, что-то такое, да. Эти дурацкие стулья. Но дело, проблема не в стуле, естественно. Вы сами об него споткнулись, да, там вам было больно. Но вы приняли какое-то суждение. Дурацкий стул. И это суждение, оно никуда не девается. Если вы приняли, все, оно в вашем уме где-то осталось. Теперь у вас через это суждение будет ваше восприятие. То есть ваше восприятие теперь немножко искажено вашим суждением по поводу этих стульев. То есть вы уже не воспринимаете эти стулья в новую единицу времени чисто, да. Вы как бы не чисто их воспринимаете, а через свои суждения. И у вас есть вот суждение, мы говорили, да. Есть постулаты. То есть вы можете принять какое-то решение. То есть вы можете взять и в жизни принять какое-то решение. Теперь то, что происходит в вашей жизни, вы все время будете воспринимать через ваше решение. То есть вы зафиксировали, сказали, да будет так. Вот я какую-то мысль взял и принял решение, что я буду делать так-то и так-то. Принял решение. Теперь это не может не отложить отпечаток на вашу жизнь. Теперь вы будете действительно делать так, как вы решили. Я вам объяснял в прошлой части, что вы набираете таких кучу суждений, кучу постулатов, решений, да? И эти решения, они существуют где-то там, а вы их забываете просто. Вы их перестаете осознавать. И вы их набираете, набираете и пытаетесь часто, не отменив, не пересмотрев старые суждения, не пересмотрев старые постулаты, принимать новые. И у вас очень часто получается внутренний конфликт. То есть вы принимаете новое решение, которое противоречит прошлому решению. Или вы создаете новое суждение, которое противоречит прошлым суждениям. И у вас постепенно в уме начинает происходить винегрет какой-то, понимаете? То есть постоянные противоречащие друг другу вещи. И за жизнь, за 20 лет, например, или за 30 лет своей жизни, вы набрали огромное количество такого материала. Этот материал и есть ваше прошлое. Помимо того, что вы накапливаете чистые восприятия каждого момента, и они сохраняются у вас на траке времени, банк памяти есть. Он еще отягощен вашими суждениями, вашими постулатами, а также болезненными инцидентами. То есть вы получаете какую-то боль, какой-то болезненный опыт. Все это накапливается, и все это вы тащите с собой. Если вы ничем не занимаетесь, если вы не имеете какой-то способ, технологию, как это пересмотреть, как это отменить, как это осознать, иначе говоря, то оно просто становится вашим бессознательным. И эта бессознательная копится, копится, его становится больше, больше, больше. В определенный возраст вы начинаете чувствовать, что вам тяжело жить. Понимаете? Вам тяжело жить. Вам тяжело принимать новые решения. Вам тяжело что-то делать, потому что вы не можете понять, почему. Вот просто лень становится, инерция, тупость какая-то, ничего не хочется делать, хочется отдыхать, ничего не делать. И вы становитесь неспособны, иначе говоря. То есть вы сами себя заблокировали в прошлом, своим прошлым опытом, прошлыми суждениями и постулатами. Я вам объясняю такую вещь, как прошлое влияет на вас. Все, что вы сделали для себя правильным, с чем вы согласились, что вы там понарешали в прошлом, оно никуда не девается. Это ваше решение. И они продолжают действовать, продолжают на вас решать. Влиять точнее, да, как бы. Поэтому пока вы это все не пересмотрите и не перерешаете, то есть не перер... как-то не расчистите это, да. То есть это и называется рост осознанности. То есть что такое пробуждение духовное, что такое рост вашей осознанности. Это внесение в бессознательность, в хаос того, что произошло в прошлом, все больше и больше осознанности, расфиксация этих вещей, перепрохождение и рассеивание, рассеивание этих болезненных опытов, рассеивание этих суждений и постулатов. И высвобождение своей энергии, высвобождение своих способностей, высвобождение своей способности способности в новую единицу времени делать неотягощенно прошлым. В саентологии дианетики есть такое состояние клир. Клир. Клир чистый. Чистый. Человек знает, кто он, и он неотягощен этими прошлыми вещами. Поэтому он очень способен. Он очень способен, он очень выживателен. Он очень как бы сильное духовное существо. Почему? Потому что он неотягощен этим всем прошлым. Он его не тащит больше с собой. Кроме того, у него появляются по мере его развития технологии и инструменты, как даже если где-то он застрял в чем-то, быстренько с этим справляться. Он может пойти в соло-сессию и рассмотреть сам что-то, и расфиксировать. Если он застрял в этом. Понимаете? Любая духовная практика, она так или иначе связана с этим. Что вы начинаете расфиксироваться от прошлого. Даже если вы будете сидеть, вот медитация, да? Медитация это что? Вы сели, закрыли глаза, и ближайшее, что к вам лезет, самскара они называются, там в восточном подходе, да? Ближайший этот материал, который лезет, вы его рассматриваете, вы сидите и смотрите на него, и проживаете. Проживаете, смотрите, смотрите, проживаете осознанно. То есть вы как духовное существо, ваша главная способность какая? Присутствовать, видеть, наблюдать, осознавать. И вы начинаете прокачивать эту духовную способность свою главную, в медитации. Присутствовать, осознавать, видеть, распутывать, проходить, проживать. Что значит проживать? Съебать, это значит то, что ты не прожил тотально, осознанно, на 100% в прошлом, что в тебе застряло. Например, тебе очень больно было где-то, и ты посчитал, что ты не можешь это прожить, и решил съебать оттуда. Ну, я извиняюсь за выражение, но так, съебать оттуда. Чем большинство людей занимаются? Как только какой-то дискомфорт, какая-то боль, побыстрее съебать оттуда, да? Так вот, медитация – обратный процесс. Ты перестаёшь этим заниматься. Ты, у тебя много накопилось, от чего ты убежала или убежал, да? И оно теперь давит тебя, давит. Знаешь, как застрявшая, как пища, опыт, который застрял в тебе. И ты учишься его заново перепроживать, освободиться от него. То есть переварить этот опыт полностью. Так вот, есть много разных терапий, медитаций, духовных процессингов, методов, которые помогают тебе что-то перепрожить, что-то рассмотреть, выпутаться из чего-то, что ты там решала, насудила в прошлом или насудил, да? И когда ты от этого распутываешься, очищаешься от этого, то прошлое перестаёт на тебя влиять и давить. У тебя просто есть память, и всё, она не заряжена. Понимаешь, твоя память больше не заряжена фиксациями, зарядами, болью, тупостью, бессознательностью. Всё это не заряжено больше. Поэтому оно на тебя не оказывает влияния. Ты помнишь, ты можешь в любой момент вернуться и вспомнить. Но у тебя с этим воспоминанием больше нету никакого неприятного подтекста, как бы болезненного неприятного подтекста. У тебя чистая память просто, и всё. Понимаешь? А как люди живут в основном, они набирают боль эту, набирают эти непережёванные опыты и отворачиваются от этого всего. Бегут дальше, вперёд. Забудь, забудь, не смотри туда, смотри только вперёд, как бы, ну и так далее. Понимаешь, да, о чём я говорю? Так вот, пока ты так делаешь, ты забываешь, 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 у тебя копится бессознательное. Твой этот груз, который ты с собой тащишь, он всё время накапливается, накапливается, накапливается. В определённый момент его так много может стать, что твоя жизнь становится абсолютно скованной, некачественной. Ты бесишься там по поводу бес, просто раздражительный становишься, злой, подавленный, негативно относишься к жизни, к другим людям. Ты весь просто, ну это называется, вот в саентологии и дианетике, аберрированный. Ты аберрирован прошлым. Таким образом, твой прошлый опыт тебя давит всё время. И в жизни многих людей возникает момент, когда они это начинают догонять. Что вот эти стратегии, отвернуться там, сделать это нереальным просто, и просто бежать куда-то вперёд, знаешь, это жди, вся жизнь впереди, счастье где-то там. Вот люди догоняют, в этом ложь просто. Здесь что-то другое нужно. Нужно освободиться от всего, что я накопил. Вот так работает прошлое. Оно не где-то там, оно прямо сейчас, находится здесь и сейчас, в вашем пространстве. Но оно как бы спит, потому что вы его сделали бессознательным. Когда вы начинаете это всё осознавать заново, распутывать, расфиксировать, вы становитесь свободны от этого. И поэтому вы становитесь что? Более сознательны. Вы начинаете опять возвращаться в своё всё более-более способное, сознательное, расфиксированное состояние. И вы становитесь таким лёгким. В какой-то момент у вас нет камней на душе. Вы на душе не тащите заряды, прошлые какие-то, то, что называют обиды, не знаю, какие-то, боль какую-то. Вы не тащите. У вас есть такая способность освободиться от всего этого. Но никто вас этому не учит. Давайте, может, какие-то вопросы есть. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. И после этого будем завершать. Если нет вопросов, то будем завершать прямо сейчас. А, вот ещё один важный момент я хотел сказать, почему вы сами не можете распутаться. Это тоже ключевое данное, которое я забыл сказать просто, что обычно человек накапливает даже за эту жизнь столько боли, столько вот этих неправильных решений, суждений, что вот помните, я говорил, что многие люди там на 90% становятся бессознательные, на 95%. То есть накапливается такой багаж, что человек со своими этими 5-10% осознанности, он сам не в состоянии часто начать смотреть на этот бессознательный материал. Это слишком. Для него это слишком. То есть это слишком болезненная история. Поэтому нужен терапевт, нужен другой, который тебя потихонечку-потихонечку начнёт как бы помогать туда смотреть из более простых вещей, более простых, более простых, более доступных. Начинать это всё распутывать, распутывать и проводить тебя через это. Поэтому там в одитинге существует аудитор, то есть это другой человек. Если вы хотите найти, напишите мне ВКонтакте, я вам покажу. Но я сразу говорю, что это не делается через интернет, это исключительно делается в присутствии реального человека. И для того, чтобы получать эти услуги, вам, если нет этого в вашем городе, то там есть два пути. Либо вам нужно найти такого же человека, который хочет освободиться, и вместе с ним поехать обучиться, друг другу предоставлять это, да? Либо просто ездить куда-то и получать эти услуги там, где их предоставляют. Больше всего, конечно, в Москве. То есть самые качественные, самые большие организации, они в Москве находятся. Вот. И всё это доступно, реально как бы. Если вам это интересно, напишите мне ВКонтакте, я дам вам ссылки. Макс Хигер. Меня зовут Макс Хигер. Вы набираете ВКонтакте, и я там один практически. Ну, это не так дорого, как... Это не так дорого, как та жизнь несчастная, которую вы проживаете часто. Вот. Платить страданиям – это дороже. Одиторы берут по-разному. Там от 20 евро за час и до 100 евро. То есть бывают разного класса аудиторы просто. В зависимости от того, какой аудитор, он берёт свою цену. Вот. Но в целом это доступно. То есть здесь нет ничего такого. То есть вы можете там тратить 300-500 евро в месяц. 300-500 евро – это доступные деньги. Но то, что вы получите, как освобождение, оно не стоит вообще ничего. Понимаете? Это бесценно. Когда вы заново возвращаете сами себя, возвращаете свою свободу, свою осознанность, свою нескованность, своё счастье фактически, это ничего не стоит. Это стоит... Ну, точнее говоря, это стоит любых денег. Я в определённый момент понял, что это те деньги, которые берутся за эти услуги, они смешны. По сравнению с тем, что получается как продукт от этих услуг. Ну, ладно. Если вопросов нету, значит, я всё достаточно подробно объяснил. И на этом будем завершать наш перескоп-трансляцию. Продолжение следует...